Такой большой станок и такая маленькая деталь Но дело не в размере, а скорее в содержании Точнее в том, как обработана поверхность Это практически идеально Для результатов такого уровня во всем мире уже много лет используют технологию магнитно-абразивной обработки Когда для полировки поверхности используют металлическую крошку, которая словно бы плавает в магнитном поле Таким образом можно обрабатывать даже сложные детали, причем с большой точностью Но проблема в том, что каждый раз процесс приходится налаживать заново методом проб и ошибок А это долго и дорого Алтайские инженеры задумались над тем, как просчитать весь процесс заранее Задачу поставили и выполнили Мы создали компьютерную модель процесса магнитно-абразивной обработки И можем это с использованием моделирования проверить Что будет, если мы назначим такие режимы обработки, другие режимы обработки Подобрать эти режимы, подобрать конструкцию этого индуктора Потому что он достаточно сложный по конфигурации Может содержать разное количество магнитов Эта программа, точнее комплекс программ и есть ноу-хау алтайских ученых Не углубляясь в детали, приведем лишь один пример Из миллионов полирующих частиц зерен программа выбирает несколько Изучает их строение и прогнозирует Как они сообща смогут обработать поверхность металла Все вычисления выполняют на вид скромные, но очень мощные Стоимостью, кстати, под миллион рублей специальный компьютер Зерен у нас в обработке используется очень много Нам нужно собрать статистические данные для обработки Так как вручную все это измерять очень сложно Нужно проводить огромное количество расчетов И эти расчеты должны быть автоматизированы Это проводится, скажем, с помощью параллельных вычислений Которые здесь реализуются И для этого у нас как раз используется наш суперкомпьютер Если модель подскажет, что частицы зерна не подойдут Их состав можно изменить, выбрать более мелкие или крупные Все это в итоге способно удешевить, то есть повысить доступность технологии При этом увеличивая точность полировки Неудивительно, что разработкой уже заинтересовалось Несколько отечественных и зарубежных предприятий В том числе из Белоруссии, Польши и Донецкой Народной Республики В основном технологии интересны промышленному и оборонному сектору Авторы же ноу-хау подчеркивают Наше дело не торговать технологиями, а совершенствовать их Илья Кочетков, Дмитрий Денисов, День с толком